Домвон Гейминг Киа 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 мастерство, которое позволяет контрпикать любой ситуации. А то я только 21-го числа встречался с Файком насчет красной стороны. И он не сказал мне, просто мы вспомнили ситуацию с Му и многоуважаемым судью Костей, когда красная сторона была контест-пиком, так сказать. Все так. Ну, мета меняется. Сейчас все-таки нет прям таких контрпиков серьезных. Можно и на синий поиграть. Синий, она привычнее. Даже играть на ней приятнее, прям скажем. Вот. Так что посмотрим. Вандер, я был на одном мероприятии, где был чемпионат школьников. Легенд в том числе по многим дисциплинам. И там я бросал монетку, и один из игроков, я думаю, он был в классе в седьмом, может быть в восьмом. Возмутился по этому поводу? Нет, ему сказали, что оппонент играет на, как бы, оппонент играет слева, значит вы будете справа. Он сказал слева, это внизу или вверху. Понял. Вот. Это интересный подход к ситуации, такой нерациональный. Такие дела, Ванда. Поэтому, понимаешь, синее и красное это условные названия, условные понятия, которые как бы, когда-то, по-моему, какие были стороны? Фиолетовая и синяя? Синий и фиолетовая? Голубая и фиолетовая. Голубая и фиолетовая, да. Это когда было? Первый сезон? До реворка карты. Но это, кстати, позже-то, это даже третий сезон мы играли еще на старой карте. В общем, там Ванда возвращается на синий вот так или иначе. Нет, все, забудь. Вот я вот это не понимаю, понимаешь? Только что вы играли на Трэше. Я понимаю, ты его не хочешь ферст пикать. То есть, ты не хочешь его отдавать, ты боишься, что его заберут. Ну, не знаю, в общем. В прошлой игре не забанили, дам Ванки на красное будущее. Но вот в этой банят на синий. Трэш отправляется. То есть, нет Люцина, Сен-Зои. Ждем Ренингтона слева, Лисина справа. Ну и вопрос, кто на ферст пик пойдет. А Варус еще. Варус в бане. А вот Лисин и открыт, Ренингтон открыт, понимаешь? Я бы оставил двоих. Я бы оставил двоих. Ты сказал, Зои Сен и Лисин точно будут. Но возьмут ли Крокодилы? То есть, будет ли Хан на Кроке играть? Да будет, конечно. Будет Хан на Кроке играть, Сауху готов на... Вопрос, на чем еще Сауху будет играть? Конечно, можно Гнар взять. Грагс неплохой. Я понимаю, что там можно вообще танк взять. Орн какой-нибудь. Который считается в Азии контрпиком как раз Ренингтона. Исторически Грагас, к слову, вот появляется. Вполне вероятно. Грагас флексовый, потому что Минг тоже на Грагасе может сыграть. Забирают здесь бачонок. Ну и есть подозрение... Грагас флексовый, но понимаешь, если Ренингтон открыт, который вряд ли пойдет на мид. Не-не, Грагас может просто на саппорт пойти. Может. Может до сих пор. Потому что любят Мингу саппортов подбанить. Прямо скажем, Нидали появляется... О, ну это прямо улын. Никаких больше Морган. Лучшие Нидали в мире вполне вероятно. Как раз Кеннин со своим скином. Тем более, Тристану забирают. Ну то есть Крок Нидали уже как бы здрасте. То есть это как Ренингтон и Лиза раньше были. Я видел, как Вэй, по-моему, да, говорил в видосе о том, что... Разговаривая про группу А, о том, что у Пиджи Жи сильный лесник. Заху, да, говорил, что папу хорошо кушки едает на Нидали. Слишком сильный. Но у Дирса она забирают, будет парфармить. Вопрос, как будут на топе пытаться выходить. Потому что... Ну понятно, что когда Ренингтон Нидали в пике, ты знаешь, куда она пойдет. Ты знаешь, что Кулиния будет ганг. Ты понимаешь, что когда вообще... А, вот так. Думаю, что Шоумейкер будет на Крокодиле играть. На всякий случай Гнар еще выбрасывает. Окей. Окей. Так может быть и не думают, а правильно предполагают? Предполагают просто. Ну то есть понятно, что Хан может сыграть на Кроке. Вопрос именно в том, что будут с Кроком делать. Потому что мы, например, видели, что Мэйпл, когда Парис Инжермен досталился Крок, Мэйпл играл на Кроке. И что когда у РНЖ был Крокодил, и Сяху, и Краин на нем играли. Так что посмотрим сейчас, что будет. Славился тоже на всякий случай забанил. Это Вонов, Маска, Адидас, Вандер? Униформа, да. Вся униформа или Маска только? Не-не, вся. Ну у них даже полоски на этих... Я просто подумал, что, понимаешь, дополнительный спот для рекламного, так сказать, слота появляется. Понял. Тут у нас Найки против Адидас, так или иначе. Еще противостояние, знаете ли. Ариан забанил, Сайлос тоже в бане. Леон забирает здесь Мингу. То есть Грагас точно уже на топ-лейне будет. Для Сяо Ху здесь играть. Составляют Краин в ласт пик. Посмотрим, чем Краина ответит. Джейс пока что держит еще флексы. Потому что вчера Шоумейкер играл на Джейсе, но обычно это все-таки Хан. Это будет не флекс. Это будет точно Крок в миде. Если это от Рокс, да, то это от Рокс не на миде. А это от Рокс. Что-то мы не знаем. Не, ну Шоумейкер играл дома много на Кроке. То есть когда он им доставался. И в плей-офф они там играли, и в ЛСК. Просто здесь он не доставался. Просто Крок по КД в пермобайне, потому что у него там 90% презенции в бане. Поэтому тут, как говорится, кто... Успел. Кто, да, кто пожелал, тот и пикнул. Ну, Рэлл забирают. То есть неплохой тимфайт. Но проблема просто в том, что три кора, три АД. То есть стакает Грагас Армор. Я не знаю, кто его будет убивать. То же самое с Удиром. Райс против Рениктона. Матчап тоже комфортный. Райс может даже при желании с Афтершоком играть. Если хочет, там оно, скорее всего, все-таки с важным рывком будет. Понимаешь, Афтершок хорош, но не против Удира. Против Удира в Фейз Раш вообще просто broken. Потому что ты выходишь, но лишь первый контроль. Я имею в виду именно Райс. А, извини, да, все, я понял. Я опять перепутывал. То есть понятно, что лейтгейм чисто за РНЖ здесь в этой игре, потому что у Дамвон есть три станы, но просто и Крокодил, и Ад. Как и Фейз Раш, как Руна в сравнении с Афтершоком. Это да. Поэтому посмотрим. Сяоху, скорее всего, опять АП Грагас. То есть нет АНГрагас будет. И посмотрим, как пойдет. Потому что игра волатильная. То есть намного больше, знаешь, вариаций есть в этой игре, потому что есть Нидали. Это не предиктабл Моргана, который ничего не делает, кроме как Блэкшилд кидает здесь. Но знаешь, с другой стороны, есть вот такой хороший тезис. Я, кстати, согласен с ним абсолютно, что игра в 4 АД гораздо лучше, чем в 4 АП, например. И когда у тебя 3 АД и какой-то есть АП дэмэдж, все же это плохо, но не так критично. Не знаю, готов ли я с этим согласиться. Ну а как по-другому, Вандр? У нас здесь тут... Мы не только вдвоем нужно помнить об этом. В общем, если вы считаете, что 4 АД комп лучше, чем 4 АП, напишите об этом в комментариях. Если вы считаете иначе, тоже напишите, потому что любое мнение важно. И все важно. Мы будем об этом, конечно, читать. И это все интересно. Особенно будут читать те, кто не в эфире на данный момент. Это правда. Я думаю, что Зак абсолютно точно занимается только читанием комментариев, дамы и господа. Как и, скорее всего, Старки. Старки у нас вообще ни одно сообщение не пропускает в чате. Дамон Гейминг Киев против RNG 1-2. И китайский коллектив находится в коротком шаге, чтобы не дать возможности корейскому региону забрать подряд следующий трофей. Юрий. Второй. Ты на первой карте, когда ты увидел кристалл у Грагас, ты прям зарядился. Здесь два кристалла. Нет, ну Райс кристалл, это знаешь... Насколько ты прям заряжен? Да нет, нормально. Нормально. Кристалл и Райс, это нормальная тема, потому что больше собирать нечего. Какие варианты? Ботинок 4 потки, Доран 2 потки, Вредоносное зелье, Дарк Сил 3 потки или Рефилабл, и, собственно, Манна Кристалл или Рефилабл. Есть еще, конечно, Доран Щит. Его иногда тоже берут на салу-линию. Можно каплю купить? Ты думаешь? У тебя спрашивают. Райс это тот чемпион, который успевает настакивать каплю всегда. Это правда. Ну, сейчас вообще нет проблем с тем, кого угодно настакивать, потому что меньше нужно банально. Нет проблем, да, но все равно кто-то это делает быстрее. Ну, система как может, значит, уравнивает шансы. Были времена, Вандер, когда за Кассадина собирали катализатор раньше, чем каплю, и все равно потом брали каплю. И это было нормальным, потому что Кассадин сильно страдал на ранней стадии. Ну, раньше просто был жазловиков, который был примет интересный, хороший и сильный. Один из моих любимых, кстати, жаль, что удалили. Жаль, что рипнулся. Жазловиков. Возвращаемся мы здесь к удобному матчапу, скажем, для РНЖ. То есть предыдущая игра была чуть не первая, где у Дамвон на боте был матчап плюсовой. То есть там была джинкс, там был трэш, и они там давили как могли. First Blood здесь получили. Здесь мы опять возвращаемся к изначальной ситуации, что Тристан и РЛ будут буллиться все-таки, потому что есть у них конечно опции для убийства, но по общему уровню игры мало вероятности, что это случится. Посмотрим, что будет в лесу, потому что у нас матчап не такой, как предыдущие, три игры подряд. До сих пор выиграть на Удире. Да и вообще Нидали, то есть немного на этот турнир было, то есть играл они, конечно, Анарсик, играл они и Пабло, но вот именно сильные команды все-таки пикали Марган, пикали Рамбла, а Нидали мы почти не видели. Но Крэннин здесь со своим скином одна из лучших Нидалей в мире, может быть лучшая, тут уже на любителя. Шоумейкер здесь бульк Крэйна, Крок сильный, все нормально. И фазовый рывок не так быстро брокает. Кто? Крэйн? Украина, да. Ну это не страшно, то есть понятно, что Крокодил пока что прям сильно давить не будет, то есть это чисто подразмять. Интересно, что Шоумейкер вторую игру подряд с СКТ скином играет. Может быть, знаешь, отдает, так сказать, дань своему тренеру новому. Слушай, ну, я не думаю, что, знаешь, суперсакральный смысл в скины закладывает прям все или большинство из игроков. То есть да, почему нет? Но когда ты играешь на своем скине, например. Кто-то из PSG команды как бы спамил FlashWulch, например, почему бы и нет? И не только Maple, и FlashWulch. Ну и Ханаби, который тоже по FlashWulch сыграл. В этом как раз можно увидеть сакральный смысл. 200 голды перевес в Дамбанке, ничего страшного. Это чисто за счет того, что на топе Сяоху пачку ловит только сейчас. Вей выходит по ворду. Знает он, где варсейт, потому что он видел, как его как раз Кэннин ставил. Поэтому есть у него. Ну вот смотри, пикнули Бачарика, как бы в блайнд. Получается, Бачарика пикнули в блайнд. А уходить не будут? Вей находится здесь. Пока еще нет. Все уходит. Нажали стан, правда. Окей. Берилл так, стан нажал. На случай чего. То есть теперь драться нельзя, потому что стана нет. Ноудир ушел, поэтому все нормально. И в итоге, что про Бачарика, ты говоришь? В блайнд получается его пикали, если впоследствии банили Игнара, думая о том, что никто пойдет на мид. Ну не сказать, что у Грагас прям все равно плохой матчап, то есть он точно так же выживет. Сяоху, причем еще так и на нем играть, то есть это же не танк Грагас. Ты все время знаешь, когда РНЖ пикают Грагасу, что это либо саппорт, либо аппы Грагас. То есть это не танк. Поэтому какая в общем-то разница? Ну пока минус 10. Ну оно и будет так, потому что Атрокс хороший в этом матчап делал, а все потому что его нереально. В 300 навлетает Минка, успевает дать два оглушения, но Галла не может играть по нему. А у Минка заканчивается уже Вэшка потихонечку. Вэй и Каньон дерутся за Остроклюва Вэ, которых забирает Каньон частично, во всяком случае большого точно. Но мелких куриц всех забрал Вэй, поэтому нормально. А еще одна инициация по Бэрилу, жесткая посадка назад для того, чтобы выжить. По Вэй еще играют ДиКей. Вэй проживает скачок. Есть флэш у Каньона. Может пытаться играть. Но пассивка закончилась. Без маны Шаоху абсолютно здесь. Пассивка закончилась, и у Каньона не успел прыгнуть. Я, честно говоря, думал он сразу флэш на жмот прыгнет, но нет. Минк потратил воспламенение и всего лишь чуть-чуть пробили дамбонов на боте ребята из РНЖ. Не очень сильно. А первый дракон Мандаррор. Но у них приоритет, 10 даже больше они запушивают пачку. А они без игната теперь? ТП, конечно, нажимает Саоху на зад. Ой, ой, не на фуллмане еще. Ну это не страшно. Это неприятно. Я помню, когда... Слушай, на боте беда вообще. Минус 11 на пятой минуте. Помнишь? Я помню мы с братом, когда он играл в лол лет 10 назад. Брат у меня старше, если что. Он, доригеневая ману до конца, нажимал там телепорт или же выходил с базы и говорит, брат, доригенится потом, нажми пораньше. Говорит, я знаю, сколько мне нужно ресурсов. Было такое тело. Главное, чтобы это не приводило к поражению. Такие моменты. Хан спокойно там пачку забирает. Здесь тоже дамбон запушивает. Понятно, что ничего особенного не происходит. Ой, вот кроме вот этих двух рейнжей, которые болезненно погибают. Иногда случаются неудачи и конфузы у игроков на Тристане. Саоху справляется кое-как с пачкой. Но это прокси от Рокс получается. Он знает, что ему тут ничего не угрожает. Он знает, что Удир не здесь. Хотя... Такой вандер. А Краин прокнул капкан от Небели. Вот весь встречает. Кана теперь... А он без дэша? Это будет минус флэш. Но тут вся команда. Нет, это Кан разворачивается. Краин тут. Играют вместе. Забирают первую кровь. Не успевают подойти. Шаоху. И счет 1-0. ДиК открывает счет. Причем для от Рокса. То есть надо было либо агрессивно играть. Уже слышал там Краину. Либо уже вообще не играть. Потому что подходил Крок. И Крок банально сильнее, чем Райс на данном этапе игры. Но там как бы по лайту просто поступь Меркурия. Против таких чемпионов, как Удир, Райс и Грагас. Апэшные. Краин тут стоит, ждет. Будут в засаде. Но я, честно говоря, не уверен в перспективе засады. Потому что Рениктон с ультимейтом седьмого уровня. Не, выходит. Прям должны выходить максимально. Пробивают, кстати. Но им тут нечего делать. Вообще они намного слабее. Один хан просто. Ну понимаешь, красный баф работает по ДиК. Вот в чем дело. По-двоим играет в этот момент Шао Ху. Есть им чем заняться или нет. Пока не ясно. Бочка уже была дана. А ну забирай шоумейкера. И выходит Шао Ху. Ультимейт нажимает. Идет ультимейт. Завтра ее прилетает. Еще одно убийство для команды Оранжи. Вот так вот в Андер приходит. МС Мин, который в этот момент не задает вопросов. Кто сильнее, кто слабее. Потому что его бро всегда должен быть под защитой. Два убийства для Оранжи. Смогли отыграться в своем лесу. Получает убийство. Краин получает убийство. Вэй. И, конечно, Шао Ху будет продолжать терпеть на топе против Атрокса. У которого есть Пиккакс и Постум Меркурия. Которые я до сих пор не устану повторять. Прекрасный предмет против сетапа Оранжи прямо сейчас. Здесь Сигава можно сильно пробить. Есть ультимейт еще у Гаста. Осторожно, надо быть в Кайсе. Крипов много. Но это шок-контент. Потому что вот этот 3 на 3 скирмиш отдали там Дамван Кио. Учитывая, что ультимейт Рениктон у них был. Но что-то пошло не так. Прямо катастрофически не доиграли. Ну то есть вот здесь ситуация абсолютно плачевная должна быть для РНЖ. Потому что намного сильнее Дамван Кио. Красный баф поработал по детей. Ладно, красный баф. Хан не попал по отбрасыванию. Хан не попал по отбрасыванию. Не забрали Сяоху сразу. И Шоумейкер погиб. Как раз из-за бочки. Но Минк тут еще в конце флеш нажимает в Реалм Ворп. Еле-еле причем успел. Прокрутил, знаешь, пластинку. И забирают еще и Хана сверху. Кайс из-за этого немного страдает. По деньгам Дамван Кио до сих пор чуть-чуть впереди. И плюс по ХП я там крайне сильно должен на миде проседать. Потому что много там ХП от него уходило. Но ничего страшного. Ну и пока все равно Дамвоны ведут. Чуть-чуть, конечно. Сейчас там простакаются вот эти все пачки. Больше ведут, потому что Герольда сейчас забрал Кеннин. Поэтому это еще лишнее как раз. 320 как минимум. Вся ХО тут пытается пачку подфризить. Ну знаешь, иногда Герольды бывают такие, что они даже не 320. Встречает тут у Дир как раз Нидели. Пожалуй, стоит бежать. Потому что Краин первый на ровне. Хотя явно хотят драться. Да, и врываются по Гале. Гала вынужден флеш нажимать. А Краин не уверен, что находится в хорошей позиции. Минус. Потому что повыиграют и забирают Галу. Вей выходит. Скачка у него нет. И отдают дракона теперь, ребята, из РНЖ. Да не только дракона, а дэшник погиб. Самое что главное. Ресурсы на боте, по крайней мере, идут в ту сторону, в которую нужно. Получают для себя дамлон очередное преимущество. И, в общем-то, наш начинает так поход за камбэком. Поскольку все-таки эту игру, как известно, им нужно выигрывать абсолютно. Let's go воздушный Вандер. Следующий Инфернл. Морская Легорная Душа у нас, соответственно. И поступь Меркурия на соло лейнерах. Краина байкет. Дай это себе знать. Краин сейчас застанет, он умрет. И вот станет. Копье прилетает точно в цель. Тут же прыжок, дождь со скачка. Есть ультимейт еще ушел. А, нет, подожди, ульта ушел Мейкер, кстати. Ультимейт был нажат на лиде. Поэтому здесь осторожнее надо быть. И из-за этого, кстати, из-за того, что Берил еще Ром, то есть Берил там много времени как раз вокруг Дракона Тусил, из-за этого плашку Кайса на боте для себя получит. Вэй делает вид, что он убегает, но на самом деле он не убегает. Ой, Вэй, а куда ж ему деваться-то? Пытаются задавить бот. Кстати, оранжи, это может получиться. Галлы играют по Гасту, забирают Гастару, падает в этот момент Минк. И Краин-то тоже упал агрессивно, ножа слишком свой. Ультимейт, счет 4-3, а Ренингтон мнет вышку на миде, забирая приоритеты преимущества, плюс 27, плюс пластина. Не знали, где Нидали, решили давить четвером, но поторопились. Из-за того, что увидели, что Нидали там. Гост разменится один в один, забирает для себя Минка, плюс еще мидер разобрали. Мидер до сих пор там какого-то седьмого или восьмого уровня. Ну, то есть классический плей от Фон Пласс Феникс, который все теперь команды делают, то есть классический дайв, хорошо принесет Гост, после этого еще раз, правда, растает. Но из-за того, что Краин ничего не может сделать, успевает Гост разменяться за счет прыжка ресета, который можно теперь за счет прока бомбы получить. Ну, еще Шоумейкер там вышку помял в меде, еще до сих пор Герольд есть как раз. Это, конечно, для РНЖ печаль беда, потому что Шоумейкер, который будет иметь темп, даст Тристане столько времени и сколько нужно, учитывая то, что его от Рокса и скиллы у Тристаны два. Несмотря на 85 миньонов, то Дикей имеют уже задел на лейтгере. Но при этом это преимущество, которое РНЖ нисколько не гарантирует поражение на этой карте, потому что те игры в группе, которые они выигрывали, как раз в Данонке, там проседала китайская команда изначально. Вот примерно вот эти полторы-две тысячи. Пока без катастрофы. Есть Герольд, которым можно нажать. Для Шоумейкера как минимум еще две плашки получить. Райс по XP проседает, анлаки. Ну, будут ли давить здесь? Хочется Тристану забустить? По золоту больше, чем Ринниктона. Ну, решать это уже в ближайшее время. Вейт там тусуется с Шоумейкером. Лучше не стоит один на один бодаться. Почти Вишний Холк есть у Грагаса. Это вот как раз момент, когда играть начнут РНЖ. Ну, и вышка-то здесь почти падает. То есть, одноплашка. 160 для Гаста. Еще 160! Чувствую себя как комментатор Дартс. Только 100 нужно убрать. 180. 100! Ну, 180, к сожалению, нельзя за плашки получить. Нет, там 60! Еще 60! Здесь было 160! Потом еще 160! Накал, накал, значит, публика уже кричит. Нужно всего-то удвоение, но не получается. Вся хуй не ворует. Красный баф свой унесли. Вернее, не, так сказать, не вовремя охранник прибежал в магазин, в который ворвались. Уже поздно. Уже все вынесли, что надо. Да, все унесли. В зоомагазин, знаешь, пришли, забрали, то есть, животное. Ну, и вышка-то здесь тоже на грани. Так сказать, гибели. Вандер. Слушай. Как называется красное усиление? В русском языке. Красный огнедрев. Огнедрев, Вандер, хорошо. Ты прошел вопрос на 4 в четверти. Понял. Вопрос на 5 в четверти. Понял. Как называется само красное усиление? Нет, это без шанса. Вандер, я тоже не знаю. А у него точно есть название? Точно есть, да. Точно есть. По привычке, по привычке можно называть его. Спиритов сдавел до лиза. Не, не надо. Напишите в чате, дамы и господа, как само усиление называется на русском. Образовываемся вместе с вами. 4-3 счет. Дамбоны ведут. 3000 перевес. Плашки падают. То есть на бойте вышка упадет в ближайшее время. Тристан как раз ее заберет вот с этой пачки. Потому что напрягаться она не будет. Но это ситуация, конечно, в пользу довольно кин. То есть 4 персонажа с синей стороны. Топ-4 по золотым на карте. Еще вышка здесь падает. То есть это 4000 перевес. Как раз дамбон. 3,5. Все в порядке. Красный огнедрев. Это сам баф. Вандра подсказывает, что знак пепла называется. Понял. Но это без шансов. Это у нас не было вообще. Знаешь, мы в что или когда, мы заранее проиграли этот вопрос. То есть его когда задали, мы уже знаем. А синее усиление, друзья, знаете ли вы? Что ж, на боте вышка взята. Галла себя чувствует не очень комфортно. Конечно, у нее есть уже и кракен. Конечно, есть два мяча. Там бесплатный ботинок. То есть набор юной кайсы, как говорится, уже собран. Она уже может на что-то влиять. Не знаю, на что может кайса влиять. Потому что пока что персонаж прям, скажем, слабый. А вот персонаж дамон кейс сейчас прям на пике своих кондиций. И Ренингтон, и Нидали. Это не то, что скейлтс прям влей. А вот прям сейчас это Каролина. Карти забирают, конечно, для себя Герольда здесь. Ровно гелап. Чтобы хоть сколько-то радиус уменьшить. Ну слушай, это Герольд не так уж и плох. По той причине, что нужно вышки продавливать. Да, там на меде пока вообще все целое стоит. Да там и на топе, скорее всего, вышка стопроцентная. Ну, опять же, чтобы не отдать лишнее. То есть какой-то для себя объект. То есть ничего страшного. Ой, хороший флэш от Кэнина. Иначе погибло Нидали здесь. Разменивают только скачки. А вот в этом суть как бы НЛП, я хотел сказать. Вечного холода в этом суть. Потому что можно положить косты очень грамотно. Краин бежит. Не очень правильно. Пытаются бежать. Выходит здесь вейп. А Хану пытаются работать вдвоем. А хватит ли урона? В этом и вопрос. У них тает Краин? Не, ну у них шансов нет. У них нет хиллреза. То есть Атрокс просто кидит больше, чем они наносят. Выбили ультимейт. Но потратили флэш. Правда, Райза. Прямо скажем, размин такой себе. Еще и ультимейт отдали, у которого там КД под 3 минуты. Я думаю, Вандер, ты сейчас предвзят. Кому? Поставив на ранжи, ты болеешь за дамбонов. В смысле? Ты говоришь, молодец, Каньон, что флэш нажал. Правильное решение. Понял. А про ранжи ты говоришь, отдали флэш. Ой, на телепорте Шауху прилетает один в трех. А что он делает? Ну, ТП-то нельзя отменить. Он как бы нажал, а там ТП в спину был нажат. Вот как раз Хана. И в итоге вся команда бежит. Вандер, я помню, когда мы начинали эфир, ты сел как бы за стол наш комментаторский или встал за стол и сказал, эх, вот только бы 5 карт сегодня хотел посмотреть, потому что 3 это очень мало, 4 более-менее, вот 5 получше. Вполне возможно, что так и будет, потому что плюс 5 у дамбонов. Нидали тампануло так нормально. И это при том, что они 3 на 3 проиграли в лесу. Но при этом они до этого получили преимущество и после этого тоже. Как раз вот этот дайв на боте был довольно комичный от РНЖ, который не в их пользу сложился. Ну и здесь нам показывают, то есть попытка РНЖ разыграть за счет телепорта, но проблема в том, что там ТП нажимается от Хана и в итоге эти 4 человека уже не могут присоединиться, у себя ухо отыгран, да и персонажи, прямо скажем, у Рейл Невгер сейчас не очень сильные. То есть там Райс с одной каплей, нет у него, то есть у него вечный холд, больше ничего нет. Вечный холд есть у, то есть по одному слоту там у всех, а если по одному слоту и у персонажей дамбон, и у персонажей РНЖ, то южнокорейская команда всегда будет сильнее. Я смотрю на Грагаса и пытаюсь понять вообще его юзабельность в этом драфте в принципе. Потому что знаешь, когда ты остаешь там 5 с лишним тысяч золота, на тебя накладывается дебаф, это плохо смотришься всегда. Вообще, мне зависти от драфта. Ну тут вопрос опять же, что сейчас дамбон делать будет? Будут ли они в ближайшее время заканчивать или дадут РНЖ как раз, возможно, чуть какие-то слоты подфармить? Из леса выгоняют, начинают пушить. Ну вообще, прямо у РНЖ все супер печально, когда тебя из леса выгоняют на девятнадцатый, то... Ну опять же, тут посыл в том, что не сказать, что персонаж дамбон остается сильно-сильнее. То есть да, Тристан будет прям скелиться, но все остальное как бы с Атроксом можно что-то сделать. Не, знаешь, морская душа на двадцать пятый, возможный барон в этот момент уже... Но если душа будет, то это, опять же, лишние там восемь минут еще можно крипчиков бить. Находим положительные моменты. Два слота уже у Кайси, например. Ну как бы уже не восемь, а там... Ну восемь. В лучшем случае семь паспортных. А, в смысле да. Ну, зная корейскую команду, там еще по сетапе минуту, все нормально. И вот только сейчас появляется сфера забвения, Украина. Но не слишком ли поздно. А поздно или нет, вопрос не такой важный, как то, хватит ли урона этой сферы воспользоваться. Это правда. Потому что сфера сам по себе... Потому что когда вы уменьшаете хил, но оппоненту не наносите урон, ему хилиться не надо. Угу. Ну основная разница, то есть везде мы видим там... Тысячи, полторы на всех... Тысячи на миде, тысяча три сна АД, почти две в лесу и тысяча двести на топе. И это все преимущества Dawn Gaming K. Сейчас? Вопрос, что РНЖ сейчас делать. То есть, понятное дело, что Dawn One полностью такой темп. Радоваться, что в пятой карте они будут на синей стороне или что? Я, кстати, не очень понимаю, почему РНЖ вообще выбирают в сторону. А почему РНЖ, кстати, выбирают в сторону? Почему РНЖ выбирали в сторону на первой карте, я не очень понимаю. Если Rumble Stage выиграли Dawn K, но как бы окей. Монетка, типа, или что? Не знаю. Если кто-то знает, пригланите, пожалуйста. Можете в ухо мне сказать или там чем-то написать. Вандер, учитывая, что, как называется, красное усиление, знал один человек из пяти написавших, а написало процентов пять максимум из смотрящих, а может быть даже не пять, а полпроцента, то он не уверен, что тебе подскажет, Вандер. Ну, как бы то ни было, понятно, что именно РНЖ будет в пятой карте в сторону выбирать. Не будем прям сильно забегать вперед. Пять с половиной тысяч перевес. Не критичное отставание, но, прям скажем, плачевное. И особо аутов не видно прямо сейчас у китайской команды. Что именно делать, за кого цепляться. Есть возможность поденгейджить с помощью Грагаса, с помощью Леоны, но проблема в том, хватит дэмэджа убить вот этот таргет, в который вы там все влили. И самое главное, даже если вы этот таргет убили, хватит урона на всех остальных. Дамбоны одержали победу в Рамбл Стейдж. Сыграли две серии подряд, полуфинал-финал, поменявшись. Еще и не выбирают ста. А зачем выигрывать тогда вообще? Это правда. Я думаю, Дамбоны могли бы четвертое место занимать тогда сразу. Играть с РНЖ. Вообще не палец. Нет, в первом раунде с РНЖ я думаю, они бы не сильно хотели играть. Никогда в жизни РНЖ бы их не выбрали. А, ну да, там же выбрать позже, правильно. Ну мало ли. Нет, там не РНЖ, ну какой выбрать? Ну понятно, что они другую роль не выбрали никогда в жизни. Если бы такая возможность была. Тем не менее, пять спинн тысяч, все так же, три дракона. У Дамбон Кио 440 до дракона. Как раз который станет, скорее всего, последним в этой игре. Потому что до старшего мало вероятно, что дело дойдет. Ну и вот что делать, куда бежать. Ровно выгила. Потому что нужно хотя бы как-то преимущество сократить. А когда Шаоху подставляется, то делать это сложно. Ульта идет от Шаоху, как раз по Хану, выкидывает его, хотя Хан ничего не потратил, кроме своей комбинации с кулдауном. Сколько? 10 секунд? Да, и со смайта забирает, как раз Кэннин, крабом. Непонятно, как убивать Хана. Это должен делать только Галла. Ладно, с Ханом. То есть, как хоть кого-то убить? Трестан на два спинн злота. Есть Локет у Бериллы. Жоню у Кэннина. Шоумейкер всю ультимейку. По идее, это игра должна быть, Глендер. Но я просто видел, как РНЖ камбэкают вот эти 6-7 тысяч. Домоны всегда могут встать как бы в заднюю часть на шору. Я говорил, я видел эти 5-6 тысяч отставать против ТЭС, против FPX и так далее. Они как-то эти карты выиграли, поэтому я вот подожду пока, чтобы не выглядеть совсем глупо через 10 минут. Вот. Как бы то ни было, но не знаю. Лучше не говорить Вандер, что если РНЖ выиграть эту карту, то ты больше не будешь никогда комментировать. Это был бы неплохой подход. Но я думаю, что Домвон эту карту возьмут. Ну смотри, пока по Вейю играют, Вей 10-й, а Каньон 13-й. Много. Много XP. Перчатка на Удире. Которую, чтобы заюзать, нужно, я думаю, умереть. Потому что в мили не пускать. Здесь сейчас как бы не погибли все. Вей рядом. Минк тоже 10-го уровня. Вей смотрится очень скромно в сравнении с коллективом. Домбон Гейминг Киа инстантно шотает Минго. Он не успевает дать скачок. Бочка неплохая, но ресурсов не хватает. Ханрель вперед. С кастолом у Шоумейкер дает еще один дэш. Эверфрост юзается. Шао Ху играют по галле. У него мало ХП. Каньон заходит сбоку. Накидывает копья. И не промахивает со своими кувы. Практически как Пабу, которого оценивал Шоу. Ну, это есть произведение конечно в этой игре, потому что на Барону могут отправляться до Монкио при желании. Здесь у них полный контроль за ситуацией. Ничего они не боятся. Есть у них вообще все. Могут, конечно, подождать ультимейты, там Шоумейкеры и так далее. Здесь как бы если у Дир сейчас погибнет, то точно Барон. У Дир вроде бы до сих пор жив. Вандер, как тебе комментировать MSI с 14 играми, собственно, за три плей-офф серии? Дайте боль. Я вообще в восторге. Вчера быстрые были. Вчера три стампа, да, вон был. Нормально. А игры Madlines, не знаю, что так не считаются. Ну, здесь опять драка, то есть, ну как, это даже не драка, а скорее избиение, потому что разница в деньгах, прям скажем, колоссальная на данную минуту. Такое ощущение, что у Дамвон там на одного, а то и на два персонажа больше. Ну, плюс сами герои сильнее, то есть, никто не дали они сейчас напить свои силы. Хан подфидели изначально, он тоже себя чувствует прекрасно. А у Дир 10 уровня, прям скажем, стандбор. 6-3 счет, но несмотря на это, по золоту ситуация колоссальная пытается Вейзи с какой-то контролем хотя бы, каким-то контролем злодеть, но минуты 30 до души морского. Дикейс, конечно, его очень сильно забрать, идет огушение Леона, пытается забрустить со всех ресурсов Хана, и только со всех, и получается одно убийство. Берут для себя Оранжик. Интересно, что Хандаш Шатдаун на Глэе не было. Будут ли Барон пытаться форсить, потому что... Я даже не знаю. Ситуация, прям скажем, требует отчаянных мер, но как стартовать Барона против Нидель не очень понятно. Все охуще подставится. Может, здесь у них не одно кулдаун. Влетают по саппорту сейчас, Берил стревает, забирают Берила. 5-3 остались. Вот это, понимаешь, это то, о чем я говорю, то есть Оранжик каким-то образом иногда находят какие-то вот эти моменты. Но они все талые, видишь, а Дикей все фуловые, поэтому теперь точно надо отступать. Там просто дракон через 40. Теперь точно надо отступать. Еще это если отпустят. Краина. Будут играть? Шаоху без вульты. Да, коммитятся и играют. Минк погибает сразу. Бомба тристана взрывает полкоманды. Размен 2-0. А это Пента, кстати. Кто падает, но падает Гала. Это 4 килла. Квадрокилл заберет ли Пенту? Это Пентокилл от Гаста. 1-2-6. Да вот Гейминг Киа из Бэк. Они выстравливают счет 2-2, потому что забирая Барона, я не верю, что у них уже получится эту карту проиграть. Ну, потому что это Барон, это еще Горная душа как раз будет сверху, точнее морская. И с Юрием отправимся мы слушать Сильверс Крэйв. Здесь подозрения, потому что в этой игре даже спайки от Барона уже не помешают как раз южнокорейским действующим чемпионам мира проиграть. Ну что ж, ребята. Ну, неплохая попытка от РНЖ. То есть подгрызли Хан на меди, после этого попробовали здесь подраться, но разница по деньгам колоссальная. То есть пока забрали Берел здесь, пока тусуются и вгонят. Кэннин уже от Рокс почти жив. Есть возможность ТП нажать. Ну и для Тристаны, конечно, фри момент, потому что вот эти постоянные ресеты. Копье залетает, Краин... Здесь видят, что Краин уже отыгран, то есть пытаются сыграть. Хорошая Жоня спасает Кэннин сразу. Да, погиб Шоумейкер, но опять бомба взрывается. После этого Удир погибает. Гал тоже ничего не может делать. Один раз прыгает Гост и даже... То есть с одного прыжка пять убийств сделал. То есть никак там бывает пять раз нужно прыгнуть. Здесь Гост забирает для себя Пентакилл. Первый на турнире. Не сказать, что Гост и Берел играют восхитительно весь ивент, но Юрий Пента не врет. Ты знаешь, но трудно спорить с цифрами. А цифры говорят, что Пента есть, есть у кого есть. Ни у кого, все. Это правда. Все? 8-1-1-300 на почти четыре предмета. Ну, одолжные последние две карты неплохо играют. Гост и Берел, то есть намного лучше, чем первый, к примеру, который они проиграли. Намного лучше, чем вчера. Все пять. И до этого там все два этапа. Но это неважно, потому что Дамон Кио в финале. Дамон Кио в пятой карте. И как говорится, winner of the exit, то Юрий. Плюс 10 тысяч, лань барона, душа морского. У РНЖ шансы на победу прогнозируемые меньше одного процента. И то, знаешь, жирный выдал. Нет, меньше одного это нормально. Меньше одного может быть и одна тысячная процента. Шансы, прямо скажем, у РНЖ, ради что Дамвон два раза на фонтан, задавят и умрут там. Ну да. Даже полный эйс 5-0 не даст камбэка. Даже близко. Даст, знаешь, моральный буст. Но не более того. Потому что эта катка выглядит обреченной. Т3 скоро начнут падать. Хан бессмертный. Это неправда. Но пока Хан будут забирать, все остальное умрет в составе РНЖ. То же самое шоу. Скорее всего начнут с Нексуса. Нексус точно не бессмертный. Судя по тому, с какой частотой кристаллы в нем взрываются. Даже сегодня. За последние два с половиной часа. Вей погибает. Потому что за ним там бегут. Кое-как у Дир выживает. Но опять же это ресурсы для себя выигрывает Дамон Киа. Т3 тоже падает. Потому что Тристан его сижит. Берева ультует. Но ничего вроде бы страшного. Не происходит. Забирая вышку, отходят ребята из Дамон Гейминг Киа. Будут скорее всего осаждать Т3 на миде. Осада продлится скорее всего недолго. Потому что у Т3 меньше третье здоровья. Ее буквально тыкнет Тристана пару раз и все. Ультует шоу мейкер, кстати. То есть уходить с ним придется Дамон Киа. Ты знаешь, что эту игру все-таки хотят доиграть спокойно ребята из Дикей. Их можно в этом плане понять. Потому что игра у них в кармане. Вопрос только в уверенности исполнения. Забирают одного. Нет. Уже Кан теперь нарушает традицию в этой игре. Забирает второй хилл сам. По вейам можно поиграть. Шоу мейкер не доходит до него. Однако доходит Каньон и забирает его. 4-0. И на этом Дикей будут финишить карту. Забирая гиптомиди. А не на боте. Потому что именно так быстрее миньонов можно подвести в сторону Т4 вышки. И один Гала не справится. Он, конечно, купил себе пробивание брони. Но это не важно. Эйс 16-6. Отправляемся в пятую карту, дамы и господа. Дикей камбэку четвертую. И счет становится 2-2. Все, что надо. Все, что нужно от качественной серии. И от качественного турнира. Это хороший финал. Когда в финале 5 карт. Это уже лучше, чем ничего. То есть это уже лучше, чем прошлый МСА. Это лучше, чем прошлый чемпионат мира. Ну и посмотрим. То есть РНЖ, понятное дело, закаленные волки в этом плане. То есть они этих 3-2 там даже в этом сезоне несколько штук выиграли. И против Тессы, против EDG. Там вон 3-2 давненько не играли, прям скажем. То есть дома у них все серии по 3-0. На прошлом чемпионате мира тоже 3-2 у них не было ни разу. Когда-то надо начинать. И вот вопрос. То есть РНЖ, видимо, будут выбирать сторону в пятой карте. Видимо. Мы заранее не будем ничего говорить. Что брать? Видишь, то есть есть Нидали теперь. Это нужно как лишнее переменное в уравнение. Есть Крокодил Гномидия. Есть Атрокс и все вот эти в игроках. То есть здесь перед РНЖ стоит достаточно серьезная задача, которую нужно очень быстро решить. Но если кто-то способен на это, то это точно они. Я думаю, что подготовили что-то все-таки там вон. Не просто так приехали. Посмотрели в первых двух картах, примерно разобрали, в чем суть. Сейчас поинтереснее, что мы уже выкатили. Поэтому, опять же, драфт на нем будет базироваться многое. Но при счете 2-2 экспериментировать нужно аккуратно. При счете 2-2 драфт имеет ключевое значение. Потому что начинать хочется именно с плюсовых значений. Потому что если драфт проигран, то уже не камбэк тут. То есть это можно там в первой карте заруинить себе что-то. Потому что будет время отыграться. Здесь уже таких аутов не будет. Зачастую, чем дальше в серию идут коллективы, тем более аккуратно они играют. Ну, здесь плохо сыграли. Плохо сыграли РНЖ. То есть несинхронный был дайв. Краин ультимейт нажал до того, как Кудир подошел. В итоге потеряли 2 кг, наверное, в месяц. Краин Z плашки еще отдал. После того, как Герои нажали, там уже 4 тысячи было отставания. То есть пара решений. Как раз за сноуболили карту. То, чего нельзя было допускать против такого сетапа, как у Дамвон в этой игре. Но как бы то ни было, это уже в прошлом. Осталась одна карта. И ты как бывший профессионал. То есть ты пятых карт играл не одну, я подозреваю. И когда БО-3, там третьих, условно говоря. Насколько сильно отличается подготовка к ней, чем к другим? Очень сильно. Кардинально сильно. Кардинально сильно, потому что, опять же, чем дальше в серию, тем аккуратнее ты играешь. Все ты, твой оппонент и все тиммейты играют более аккуратно всегда. Рисковых решений зачастую принимается меньше. И только тот коллектив, который готов пойти на оправданный риск с небольшим процентом, с небольшой процентной вероятностью плюсовой, где, грубо говоря, монетка, которая упадет в 55% случаев на одну сторону, а не на другую. Такие решения нужно уметь принимать. И люди боятся этого делать. Поэтому я жду от коллективов, что именно они будут пытаться находить такие точки соприкосновения. И мы не увидим 40-минутную карту со счетом 3-0, где будет собираться один, второй, третий, четвертый дракон. А будет больше контакта. Потому что люди на нервах, игроки на нервах, и должны рисковать в любом случае, чтобы не отдавать ресурсы. Потому что это может превратиться в, опять же, стомп с одной из сторон коллектива, который вначале заберет какое-то ФБ или заберет пластин. А посмотрим. Вследствие чего будет в одну сторону все преимущество идти. Счет 2-2, дамы и господа. Уходим на паузу, после чего продолжим с пятой финальной картой. Гранд-финал MSI. Домбот Гейминг Киа против Royal Never Give Up. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова